Школьники поселка Красная Поляна знают немало историй о героических подвигах своих земляков во время Великой Отечественной войны. Берегут память о них и стараются находить новую информацию о тех, кто еще в списке без вести пропавших. Среди недавних достижений 9 новых фамилий солдат, похороненных в этой братской могиле. А выяснить это удалось при помощи главного наставника, сочинского поисковика Арута Варваштяна. Человека, который переживает за каждого солдата. Их истории и судьбы он восстанавливает по крупицам. Как защищали солдаты наш перевал, это перевал Умпырский, перевал Аишхо и Псишхо, через который немец-фашист хотел спуститься в Адлер и захватить Сочи. Но наши солдаты остановили и отправили его назад. Кстати, сегодня, в этом году исполняется 75 лет, как наши солдаты погнали от сочинских стен фашистов назад. На доске фамилии 34 солдат, но, по словам местных старожилов, захоронены в братской могиле по меньшей мере 100 погибших воинов. Имена еще 9 теперь увековечены. А их потомки теперь знают наверняка, куда нужно нести цветы. Ну, слава Богу, что кто-то этим занимается действительно. Молодцы ребята, спасибо им. Нам, так и нашим детям будет передаваться это, что наши деды полегли и что есть место, куда мы можем прийти, так и поклониться им. Во время Великой Отечественной войны Сочи оставался городом-госпиталем. Но это только благодаря тем солдатам, которые его отстояли. Красная Поляна как раз и была тем местом, где шли бои. Их имен не было ни в книге памяти, историка Кровецкого музея Красная Поляна, ни на обелиске братской могилы. Что, конечно, нечестно и несправедливо. И вот спустя 72 года после войны, торжественно открывая новую памятную табличку на обелиске, мы вновь отдаем дать памяти славным защитникам нашей Родины. Участники мероприятия говорят, что теперь еще 9 солдат вернулись домой. Их имена на мемориале заняли свои места. Но список наверняка будет и дальше пополняться новыми героями. Работа поисковиков продолжается. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин